В Латгальском зоосаде всегда многолюдно. Здесь никогда не бывает скучно. Мир животных продолжает удивлять и детей, и взрослых. Но помимо создания новых павильонов, работники Латгальского зоосада успешно проводят и научную работу. Результаты поражают. Несколько лет назад ученые приступили к реализации проекта по восстановлению популяции болотных черепах на территории нашей страны. До сегодняшнего дня, согласно данным Красной книги, в Латвии они являлись вымершим видом рептилий. Но в четверг работники Латгальского зоосада сообщили о том, что готовы выпустить в дикую природу трех болотных черепашек. Эти черепахи непростые. Каждый из них это будет старший одной группы черепах. Мы пускаем их в три места и будет целых 42. И вот это те старшие, которые будут приглядывать за всей остальной группой. То есть мы их назначаем там, ну, наверное, главными черепахами. Ирина Алексеева, зоотехник Латгальского зоосада, помнит их еще совсем маленькими. Но уже тогда они проявляли свой характер. Самое основное для них это найти еду. Это самое главное для черепашки. Вот. И поэтому они более агрессивными становятся тогда, когда видят еду. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Плавание у этих черепашек будет долгим, не менее 100 лет, говорит Михаил. Дело это непростое и очень серьезное. Поэтому работники зоосада приняли решение обратиться за помощью к жителям страны. Сегодня у каждого из нас есть уникальная возможность войти в черепашь истории Латвии. Придумайте имя этим милым животным. Будь оригинальны, включите фантазию. И тогда вы обязательно победите. Нужно придумать два женских имени и одно мужское. Приоритет будет отдан звучным, символическим и приятным на слух именам. Присылать свои варианты вы можете на электронную почту немецкого общества «Эрфольк», которое является давним другом латгальского зоосада. Адрес вы сейчас видите на экранах своих телевизоров. Победители получат призы и смогут лично выдать паспорт трем рептилиям. Новое место жительства черепашек будет находиться недалеко от Дагоплса, на территории Силанского природного парка. Мы стараемся работать с местной фауной, говорит Михаил Пупиниш. Черепахи близки нашему городу. Это тоже животная крепость. Вот как символ нашего города крепость около воды. Вот это крепость, которая ходит даже по воде. Поэтому мы надеемся, что многие годы они могут жить в Латвии, восстанавливать свою численность, и мы заплатим долг природе Латвии, который человек в свое время у нее занял.